привет друзья с вами светлана дианова и я рада вас приветствовать на своем канале были посвященному проекту леви и бель или жизнь прекрасна у меня сегодня будет очередное видео из гостиного двора где 24 января по 5 февраля 2023 года проходит 3 художественно-промышленная выставка форум уникальная россия и наши вышитые картины совместного авторского проекта жизнь прекрасна традиционно третий год подряд принимает участие в уникальной россии и наш стенд очень популярен у посетителей гостиного двора это наша уже 22 по счету выставка совместного авторского проекта жизнь прекрасна и нашего музея галереи живописной вышивки под эгидой академии народного искусства россии секция искусства художественной вышивки на моем канале вы служу много видео в которых я подробно рассказывала о том как мы готовились к этой выставке было видео с первыми отзывами посетителей о наших вышитых картинах и также я стараюсь снимать много репортажей интервью освещать какие-то интересные события и делать видео из-за рисовки о выставке в целом чтобы у вас мои дорогие зрители появилось желание самим посетить выставку уникальной россии в гостином дворе потому что здесь есть на что посмотреть и действительно собрались уникальные мастера ну а если нет возможности приехать в москву в гостиный двор я надеюсь что мои видео дадут вам ощущение личного присутствия выставка работает ежедневно с 11 00 до 200 по адресу москва гостиный двор улице линка дом 4 билеты можно приобрести заранее онлайн на сайте уникальной россии ссылочку и всю необходимую информацию вы найдете в инфобоксе к этому видео и также в описании к видео я обычно стараюсь оставлять контакты мастеров о которых рассказываю поэтому не забывайте заглядывать в инфобоксы к моим видео обычно уникальная россия проходит течение двух недель и после первой недели выставки происходит смена экспозиции заезжают новые мастера оформляются новые стенды и вся выставка предстает в обновленном виде некоторые стенды остаются на две недели вот и наш стенд с вышитыми картинами жизнь прекрасна будет гостином дворе все две недели работы выставки но после первой недели нас переместили на новое место и об этом я подробнее расскажу и покажу наше новое расположение в конце моего видео а сегодня я хочу поделиться с вами отзывами и впечатлениями посетителей нашей выставочной экспозиции за первую неделю работы выставки с 25 по 30 января 2023 года напомню что в этот раз на выставку в гостином дворе мы привезли 33 вышитые картины выполненные в технике габелиновой живописи которые предоставили 15 мастериц вышивки из семи городов россии и еще четыре наших вышитых картины по сюжетам известной английской художницы джозефины волк представлены на стенде наших друзей и коллег по выставке это стенд вечная женственность ларочка моя любимая пришла до наш стенд ларочка очень тебе рада я очень рада что мы встретились в этом году и теперь уже навсегда и очень люблю ваше творчество с первого взгляда как в прошлом году меня как магнитом сюда это вот вселенский магнит он притягивает людей которые чувствуют эту красоту и понимают это вот та духовная красота которая спасет мир это что такое вот вот эти работы просто вот на меня они набивают какую-то женскую энергетику мягкую нежную просто знаете вот такое состояние из глубины души на генетическом уровне в нас это заложено ведь господь нам эту энергию дает нести в мир и вот вы несете так же как и ты лазила на вот 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 просто я спрошу и постоянно весь год я захожу на твою страницу все вижу ваши новинки читай все мои друзья всем сделала ссылку все это делают девочки объединяются под этим творчеством да это наши наши миссии в том числе объединяет женщин чтобы вместе творить красота вместе творить красоту для многих это спасение правда правда до слез пробивает ларочка в этот раз какая-то картина тебе понравилась особенно вот ты своей особенно нежной душой что чувствуешь императрица евгения до в окружении фрэйлин да да мать и дитя конкретно по каждой вот в русском наряде боярышня очень красиво уральский сказ это прям хозяйка медной горы тебе тебе женские образы нравится очень женский мне пейзажи ваша красиво смотрю ну как вот передать вот этот сюжет это какой век голландский город это 17 лет нет девятнадцатый и ты держишь я там себя чувствую да как и присутствие будто попадаешь на ли пошел в этот портал сразу солнечная улица ходят всякие курочки тут петушки и ты там присутствует и вот в каждой почти работы вверх здесь соединение вот фиолетовая как художник и золотого для меня не желтый а золотой золотой правда золотистые волосы и крылышки у горлица тоже такие тебе спасибо большое и огромная любовь благодаря ведь тоже приходит с тонкого плана тебе же это тоже приходит как это ночью сюжеты которые мы выбираем действительно а они буду по душе приходят обычные видишь вот вы сами разрабатываете свои не мы не мы сами схемы нам помогает делать дизайнер да вот но именно выбор изначальный сюжета это идет конечно души каждой женщины маленькая девочка мне было 6 лет мы вышивали с мамой скатерти и она мне давала мелкие цветочки приданное вышивая самые мелкие цветочки это были мои я любила незабудки вот этот синий небес надо небесный да потом я любила еще если допустим был какой-то голубой лед то я любила тоже желтые цветы на подсолнухов какие-то желтые на льне вообще приятно и все вся мелкота была моя мама уже крупные какие-то узоры вся мелкота была моя вот я начинала вышивать ровно тоже цветов маки подсолнухи ромашки вот-вот-вот вот такие вот все наши цветы любимые вот теперь усилки моя дочь средняя вышивают мои внучки тоже так же потихоньку все равно все идет потихонечку идет и все продолжается жизнь продолжается спасибо тебе большое прекрасно я тебя люблю я тебя милая моя ты пришла и уже все хорошо да солнышко такое такое яркое яркое солнышко золотое спасибо ларочка и мир будет на земле я знаю уверена просто не просто так сейчас все старцы стоят над россией просто стоит купол святые встали просто защиту нашего отечества и не только нашего отечества и не надо бояться ты страха нет мне сегодня конкретно показали бокс на калина и мария очень приятно калина и мария зашли сильно наш стенд долго вы обсуждали все картины если можно поделитесь вашими впечатлениями пожалуйста я сама занимаюсь рукодельнием зашиваю крестиком мистером да я вижу впервые работы по сложности и по красоте они ни с чем не сравняться с обычными вышивками как мы привыкли видеть это совсем другой уровень работы вы вдохновились здесь может быть какие-то идеи для себя почерпнули наверное стоит попробовать да боюсь что наверное только в маленьком формате наверное большой даже сложно представить а сюжеты какие какие вам больше понравились вот для вас что близко да детки очень детки да и пейзажи естественно все живое но вообще любое вот все здесь не было ничего что не понравилось не может не понравиться любое произведение как картина настоящая то есть не сразу даже понятно что это вышивка даже при ближайшем рассмотрении через очки нереально рассмотреть какой-то крестик или полукрестик сказочные работы сказочные спасибо большое спасибо но мы рады что есть такие люди халантливые которые вставляют радость людям вам спасибо большое за отзывы и я очень надеюсь что наша выставка даст вам новое творческое вдохновение и может быть тоже что-то еще друзьям обязательно вот да пускай приходит мы до 5 февраля надеюсь если нас не переставит другое место а так мы здесь до конца работы выставки так что приглашайте друзей пускай приходит мы все покажем и расскажем спасибо спасибо удачи хорошего дня добрый день здравствуйте мы познакомились с наташей лично сегодня а заочно мы уже давно знакомы наверное да я по крайней мере давно знакома очень рада познакомиться лично присутствовать на этом просто замечательном мероприятии выразить восторг от всего невиданного в живую это просто поразит я хотелось бы конечно сказать что полностью подтверждает насколько я знаю есть девиз компании дмс простая игла создает произведение искусства это не просто произведение искусства это просто шедевры которые просто западают в душу остаются навсегда мотивируют на создание что-то подобного это просто полный восторг так что я уражаю еще раз восторг благодарность за возможность увидеть это в живую восхититься удивиться в очередной раз удивиться просто шедевры так что большое вам спасибо девочки большое спасибо Светлане главному мотиватору главному создателю творцу и всем девочкам которые создали сильно не хвали эту буду зазнаваться создали такие просто удивительные удивительные шедевры хочется рассматривать посвящаться удивляться что это все сделано вручную что это просто потрясающие дизайнеры создали эти схемы очень-очень удивляет восхищает намечательно спасибо большое спасибо благодарю тебе сердце это Татьяна меня зовут Татьяна компания импульсив вот соседи ну можно сказать наши наши соседи девчонки приходят к Татьяне лечить спинку да, совершенно верно убирать какие-то неудобства да, если есть боль она купируется да, да так что приходите к нам вот, пользуясь случаем всех тоже приглашаем вот, Танюша пришла на наш стенд Татьяна поделитесь пожалуйста впечатлениями да, вы знаете я вот смотрю я здесь велико стою вот, ну и я смотрю что красота но я не подходила сейчас подошла прям это нечто это шедевр это настолько классно такой мелкий крестик вот так она смотрится красиво это я вообще восторг я ни разу не видела такое произведение искусства вы большие молодцы спасибо, очень приятно мне тоже прям побываться вашими картинами всегда мне кажется есть всегда много народу и все восхищаются кстати да, ваши вот такие вот картины благодарю спасибо это такое творчество спасибо большое а ваши товары это незаменимые, наверное, помощники всех рукодельниц да, мы помогли вашим Татьяне восстановить сегодня один удар потому что она ее болела поэтому вы приходите тоже к нам спасибо, большое дело делаете доброе благодарю я Яков Игорь Викторович писатель, журналист, нынче пенсионер, но еще бодрый и еще у вас есть свой канал, да? да, у меня канал называется, недавно открылся на цене Альма Патер, душа отца Альма Патер, как известно, ну, как все это знают у меня трое сыновей и сложные отношения поэтому я пытаюсь с ними разобраться и с этим миром тоже сложные отношения и с ними я тоже пытаюсь разобраться какое это правильное, правильное дело спасибо большое, что заглянули на нашу выставку мы даже тут дали друг другу интервью если можно, скажите пару слов о впечатлениях о нашей выставке, вот ваше личное впечатление ну, я всего лишь третий раз здесь всего лишь? да, всего лишь третий раз ну, за вот эти дни вот, и я просто хочу чуть-чуть издалека начать но писатель он уже занудный, он, знаете, смирно да, ему нужно преамбулу сначала, да? чтобы было такое вместилище эмоций, чувств, лучших человеческих качеств которые скопились, я думаю, в мире и поэтому, приходя сюда, ну, я не скажу, что это впервые в жизни, понимаете я был и в Уврии, и в арабских всяких, и в геменских музеях, и в Багдаде, когда его мне размомбили еще потрясающий музей, ну, и так далее но здесь вот этот концентрат духа и здесь я прихожу не для того, чтобы поддержать чисто физическую форму а наоборот, и увидеть, и посмотреть в глаза людям-творцам потому что только творчество в наше тяжелое время здесь, вот и в частности, вот у этого, у этой прекрасной экспозиции вот я чувствую себя и молодеющим, и вдохновленным это главное в этой жизни, реализовать свое призвание пусть ты собираешь спичные этикетки, выживаешь такие прекрасные вещи или пишешь какими-то буквами, какие-то тексты это твое призвание, если ты чувствуешь это призвание и ты должен его реализовать и вот это здесь, вот эта полнота реализации вот на этой, в данном случае, выставке она меня вдохновляет и я всей душой с этими людьми, вот и особенно приятно, когда ты чувствуешь, что и как бы ты немножко им интересен правда, Светлана? правда, правда, конечно вот, и сложные скромности здесь тоже не нужна она вот, и, конечно, подпитываешься и подпитываешься, и вдохновляешься на всю оставшуюся, сколько бы ее не было всем желаю здоровья, бодрости духа, разума и долгих лет жизни Дорогие друзья, спасибо вам всем большое очень рада вас приветствовать на нашей выставке вышивок картинки совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» наш проект существует с 2017 года и мы объединяем мастерить вышивки из самых разных уголков России даже далеко за ее пределами более 300 мастеров сейчас у нас в проекте и нас всех объединяет любовь к нашему общему творчеству вышивки сложных многоцветных картин поднимите руки, кто вышивает или кто знает, что такое вышивка не знаю, не знаю, не знаю замечательно я закончила на том, что у нас очень много мастерить вышивки и самое главное, наверное, отличие наших вышитых картин от той вышивки, к которой мы все привыкли это то, что вышивка бывает разной вот то, что вы видите здесь это сложные многоцветные картины мы называем это гобеленовой живописью у нас даже есть отдельное понятие для вот этих картин потому что наши вышитые картины точно повторяют полотна великих художников которые были созданы 100 или 200 или 300 лет назад а мы воспроизводим эти полотна мировой живописи в ниточках с помощью иголки, нитки и наших рук вот так и здесь вы можете видеть картины, которые вы наверняка видели в ведущих мировых музеях например, «Неравный брак» из Третьяковской галереи вот картины или «Милый гость из далека» это эрмитажная картина многие картины оригинала находятся в ведущих западных музеях на создание каждой такой картины уходят месяц или годы даже ежедневного кропотлевого труда мастерицы мы вышиваем все наши работы в технике либо «Полный крест» нам привычный либо «Петит» «Полукрест» «Петит» от слова «маленький» «Маленький полукрестик» или «Гобеленовый стежок» почему «Петит» почему «Полукрест» потому что мы берем конву очень мелкую и стежочки, которые мы делаем вы их увидите только если вот прямо вот близко-близко к ним подойдут их даже не видно и за счет этого и получается такое живописное полотно где вы видите тончайшие переходы световые если вы посмотрите на лица лица на портретах действительно живые мы видим естественный румянец постойте перед каждой картиной которая вам понравится насладитесь вот этой энергетикой которую мастер вкладывает вышивая годами вкладывает вот во все эти картины и сегодня здесь на этой выставке у нас много мастеров также помогают поэтому вы сможете задавать вопросы вот девочкам у нас здесь представлено 33 вышитые картины которые создали 15 мастериц в основном из Москвы но также из подмосковных городов еще из Пензы и Нижнего Новгорода здесь картина представлена из 7 городов всего и вот чтобы вышить вот такую коллекцию если бы это делал один человек ему нужно было бы сделать 6,5 миллионов стежков 27 лет непрерывной работы и 66 тысяч человек и часов а мы объединившись общими усилиями можем каждый вышивает свою картину когда мы собираем их вместе получается прекрасная выставочная экспозиция ну вот это вкратце то что я хотела вам рассказать и я готова ответить на ваши вопросы вот сколько времени если она на картину на целом только а вот это я достаточно быстро вышиваю у меня на нее ушло 3 месяца объяснять технологию долго я просто скажу в двух словах что на самом деле конечно создавать картины вот такой степени сложности и такого качества стало возможным только сейчас да, когда нам на помощь пришли компьютерные технологии да, потому что создаются среди специальные компьютерные программы которые помогают дизайнерам разрабатывать схемы вышивки и это отдельное искусство отдельная работа дизайнера и потом поделиться уже имея схему вышивки где указаны там цвета как они сочетаются мы берем у нас перед глазами вот схема на бумаге или на экране и мы берем чистый холст и получается начинаем вышивать берем ниточку и иголочку и вот так вот все это какие еще ваши работы здесь именно мои здесь пять работ представлено их можно узнать по одинаковому оформлению у меня в интерьере они все оформлены одинаково вот читающая девушка Фрагонара вот эти две замечательные картины это по картине итальянского художника Ижена Даглааса венецианок он писал прекрасных видна его любовь к венецианским красавицам вот эти две красавицы автопортрет художницы Мария Габриэль Капе французская художница сама себя запечатлела за Мольбертом смотрите какая она прекрасная обратите внимание кстати тоже наверняка будет вопрос мы вышиваем все наши картины хлопчатобумажными ниточками мулине ниточки DMC французского производства которые не линяют не выцветают и так далее мы в них уверены просто но что я хочу сказать обратите внимание хлопчатобумажными нитками вышивая мы видим фактуру ткани мы видим шелк атлас прозрачная органза где-то вы увидите бархат барчу вот тут всевозможные коринолины это чудо такое получается что из обычных хлопчатобумажных ниток на эту картину обратите внимание салонная живопись да вот здесь тоже нас спрашивают шапком вышивали платье мы вышивали хлопчатобумажными ниточками но получается вот такая красота и это тоже искусство дизайнера работа дизайнера вот так подобрать чтобы фактура ткани была вот такая я сказала 1 2 3 4 и вот это вот еще девочка маленькая рукодельница или маленькая кружевница литл лейсмейк видите она плетет кружево как бы не совсем вышивает но вот так вот это мои картины и вот здесь у нас мастерицы вышивки чьи тоже картины представлены на выставке поэтому если у вас будут какие-то вопросы вы можете еще и к девочкам обращаться они вам еще тоже про свои картины расскажут и покажут ну вообще еще и художницы наверное нет в том то все и дело знаете если бы я была художницей я бы наверное писала картины маслом но так как я рисовать я не умею зато я могу это все вот в ниточках создать потрясающий да 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 мы как бы объединяем мастериц которые в основном вышивают то что ну они сами выбирают сюжет как бы да потому что вы же видите самое разное вот есть натюрморды есть жанровые сцены есть пейзажи есть портреты кто-то любит деток вышивать да в основном вот те сюжеты которые мы выбираем они тоже определяются индивидуальностью человека так да в принципе по любой картине по любой картине можно создать картину вышитую ну чисто технически да это возможно конечно еще расскажите какие ниточки мы вышиваем хлопчак ага дмс французские нитки дмс да это мулине хлопчатобумажные да дмс потому что это ну самые наверное надежные нитки во-первых очень важно чтобы от партии к партии не менялся цвет потому что нам важны даже полутона малейшие оттеночки а в этих ниточках мы уверены что там они окрашены одинаково от партии к партии ага ага рисунок переносится нет рисунок не переносит вот видите тут же нет никакого рисунка чистая канва ничего не нарисовано те кто программы создает да и схемы вот и сальвы обретают ну это скорее всего да да нет 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 это в основном это именно навыки нужны дизайнера нужны навыки человеку понимающему сочетание цветов понимающему ну много разных тонкостей конечно художественный вкус в первую очередь должен присутствовать но вы выбрать всю жизнь оказываете этим людям да дизайнеров классных дизайнеров не так много их единицы ну многие пробуют но результат может ну может порадовать а может и огорчить да если то есть как бы я предпочитаю проверенным обращаться людям к которым я уверена потому что понимаете когда ты понимаешь что у тебя впереди несколько месяцев а иногда даже несколько лет работы очень жалко когда вот вышитая картина весь твой труд будет ну и того качества да которого которого бы хотелось то есть пожелаемую схему вы заказываете сначала в начале дизайнер да 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 я делаю много видео на своем канале много рассказываю о картинах о мастерицах но никогда ничего не заменит личного общения с картиной никакая классная самая фотография не через экран это передается но частично вы же понимаете вот у кого к чему душа лежит да я тоже люблю и пейзажи представляете какое прекрасное озеро Мицер там туда просто ныряешь вот эта синева она тебя захватывает затягивает согласитесь для меня свечка вообще мне обувь свечка а посмотрите там действительно светится светится как будто изнутри вот этот крышок да тут каждый а вот эти запыленные бутылки какие-то прекрасные отражения в стекле и вот здесь тоже да вот отражение просто балдеет от того что можно в нитках сделать прозрачное стекло еще отражение в стекле еще там вот эти мокные бутылки которые запыленные запыленные бутылки это вообще такое ощущение что они у тебя стоят где-то на кухне в таком проеме и в таком проеме было было как когда потом и устраивали такое впечатление было там шкафчик настоящий там не выше когда картина не вполне вполне возможно все зависит от искусства художника молодец художник который написал картину а мы потом вдохновившись этой картине да уже создаем такие такие суши да они какие-то дорогие дорогие да да Кангу кстати я про Кангу я сказала у кого интересно что вышивает мы вышиваем в технике либо полный крест либо либо 5 полный крест и все это диктуется размером корни вот видите корни вот здесь квадратики одинаковое количество стежков 20 на 20 одинаковая трудоемкость но в зависимости от того берем корни крупнее получится размер картины больше или меньше вот мы в основном вот я вышиваю вот на этой конвей вот такой ну среднего размера вот все вот эти мои картины вышли на этой конвей кстати вот там вот если пойдете там есть моя картина на стенде вечная женская вообще на конвей 14 около такой она огромная она просто просто громадная ну то есть кому что нравится кому то нравятся большие картины один и тот же сюжет можно выбрав канву менять размеры потому что такая интересная вещь и вот эти вот канвы натягиваются на какие-то способности ну вот они вот это и есть рама вот на этих рамах мы их шиваем тут просто еще перекладинки встают вот так вот я заматываю и просто вставляю в раму чтобы она мне держала здесь практически да сейчас как на пальце да на сквозь у вас у себя в руке вот и мы к вашим услугам если какие-то вопросы дорогие друзья хочу начать нашу сегодняшнюю экскурсию со стенда вечная женственность это замечательный арт-проект в котором представлены видите такие одухотворенные можно сказать картины но для нас этот стенд еще дорог тем что наши коллеги наши друзья уже традиционно просят наши вышитые картины на этот стенд потому что они работают с художницей современная художница английская Джозефина Волл она пишет прекрасные вот это вот ее стена Джозефина Волл пишет прекрасные такие очень яркие и одухотворенные композиции и посмотрите найдете ли вы здесь вышитые картины среди написанных подойдите поближе да совершенно верно это моя картина это одна из моих картин вот это тоже вышитые картины и вот еще две вышитых картины тоже по картинам художницы то есть вы можете так оно и есть гобеленовая живопись у нас но просто на очень мелкой канве здесь вы можете видеть крестики это выполнена крестом картина это ваша картина да 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 вот это моя а вот эти три маленькие еще одна мастерица Татьяна Котельниковой вот посмотрите сколько здесь красок и это просто как взрыв конфетти и огонь светотерапии да пожалуйста вот так что вот вот такие вот у нас замечательные я считаю что китайцы вышивают картины нормально ну знаете русские женщины тоже вот это была у нас прелюдия посмотрите и пойдем дальше все 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 собрались девочки у вас можно сэкономить сэкономить вам можно сэкономить вам можно сэкономить делайте со мной что хотите и поставьте все в новую киску да 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 вы пока походите просто пообщайтесь с картинами а вот это еще нужно пообщаться почувствуете тепло интернетику картина каждая картина висит интернетику мастера который любишь французская итальянская английская витальянская витальянская есть другие средиковская галерея пошла с тобой там примитаж пошла дорогие друзья я еще раз представлюсь меня зовут Светлана Дьянова я автор совместного авторского проекта жизнь прекрасна и мы вышиваем сложные многоцветные картины которые повторяют по сути картины созданные великими живописцами в основном классической живописи вы видите здесь картины но также мы вышиваем одну картинам современных лёжников в основном здесь классическая живопись это там 18 и 19 век другие наши современные на создание каждой такой картины много времени на самом деле примерно по тысяче там до двух тысяч человек до часов нужно чтобы вышить одну единственную картину мы все привыкли к вышивке к листикам наши бабушки вышивали пушники полотенца какие-то вышивка на одежде при свете лучи вышивали но время идёт вперёд время не стоит на месте вышивать картины такой сложности и вот такой степени проработки что она является точным повторением оригинальной картине которую художник написал сто или двести лет назад мы можем посвести её в микро благодаря тому что нам на помощь приходят компьютерные технологии говорят что человек всегда время потому что это действительно правда девчонки жизнь прекрасна в Москве Елена добрый день Елена сегодня привела к нам уже вторую группу московского долголетия на экскурсии на нашу выставку спасибо вам большое за предоставленную возможность за рассказ об этих удивительных работах и все участники две группы первая группа в количестве тридцати человек вторая двадцать один человек и они просто в восторге вот самое главное довольны остались потрясающие впечатления это же московское долголетие они много поездили по миру они много все видели я в Лувре такого восторга не испытывала как вторая она испытала здесь от вашей картины никто даже сразу не мог подумать о том что это вышитая на самом деле картина спасибо вам большое да вам тоже большое спасибо я чувствовала интерес было много вопросов интересные вопросы задавали вот так что здорово здорово благодарю приходите еще мы вас ждем спасибо меня зовут Нина на выставку попала ну как бы не совсем случайно да то есть любила такого типа выставки вот но очарована просто картинами вообще люблю женские образы во всем на фото да ну здесь вот вышивка просто великолепная то есть очень объемная очень много красок очень много радости дает света вот знаете в картинах чувствуется свет вот это солнце которого нам даже не хватает по жизни сейчас картины очень светлые очень много несут вот такой позитивной энергетики ну прям располагают вот честное слово очень удивлена да вот удивилась что это вышивка оказывается можно вышивать такие великолепные картины и еще раз как бы хочется сказать спасибо маскилицам потому что это великий труд вот огромная энергия как бы вложенная ну что хочется сказать успехов им чтобы больше работ таких было чтобы больше какая-то реклама была чтобы мы говорили где работы выставляют и чтобы мы могли попасть на такие выставки вот с удовольствием будем ходить может быть что-то покупать а может быть даже и как бы уже потом участвовать что называется сами может быть что-то в этом пробовать очень довольна очень получила хорошую информацию как бы для себя вот прям знаете для сердца здорово спасибо великолепная просто позиция да очень хорошая вам какая-то картина больше всего приглянулась ну несколько что называются очень красивая руковая императрица Евгения да ну вот женские 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 все кнопки как бы есть из чего да это вот больше верхние верхние да это по картине Андрея Шишкина типа хозяйки Медной горы уральский сказ я немножко знаете даже всю часть образа взяли царевна лебедь а да тоже в кокошнике да 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 поняли да оттуда думаю у нас такие области все красивые и цветы очень великолепные и цветы тоже я в общем не то что привержене чего-то одного но они картины все красивые постойные дорогие мои наконец-то уникальная Россия сегодня мы здесь все вместе мир, дрожьба и любовь и народный карнавал Ирины Гончаровой ура сегодня бенефис Ирина Гончаровой Ирина, за сколько лет твоя коллекция? с 2010 года 13 лет 13 лет соглашаю всем ура сегодня ждем на показ в 15.00 да супер Ирочка что все самое? на коемле *** смотрю очень смотрю точно очень крутых арт-класс? Я смотрю о лавде паинтинге и о лавде паинтинге очень красиво и очень красиво и я вижу твои сертификаты о лавде паинтинге и я желаю видеть тебя Спасибо большое Спасибо большое Гуляева Анна Федоровна Очень приятно, Анна Федоровна Впечатления через край Я который раз хожу на эти все выставки Вы прям выставки наши видели? Да, я всегда бывала Не только через экран смотрите на нас Обязательно везде бывает все это Очень здорово Я давно вижу эти ваши Здесь вам что-то понравилось? Какая-то картина? Я не знаю Особенно вот эта кость И вот эти цветы я люблю Потрясающе Пылу жару Наташенькин букет Да, прекрасный Очень красивый Спасибо вам большое за интервью Спасибо И здоровья Благодарю Привет С удовольствием сегодня приехала Очень давно мечтала посетить именно выставку Уникальная Россия Уникальная Россия Поддержать девочек Спасибо Здесь прекрасно Посмотреть на новые отшивы Конечно Ну Опять поражена Очень хотела посмотреть Схемы шифров отшивы Вот приехала специально Увидеть Вот у нас Это дети играющие Играющая собачка И моя еще Маленькая царевна Маленькую царевну тоже Да Что-то Тебе еще понравилось? Да Для себя я сегодня открыла Две Два момента Поняла Что все-таки Вот эти Все-таки Это только 24-й каунт Чем меньше Чем меньше Размер Чем картина выглядит ярче Нет этой гипсерности Ага Прямо смотрела Такую приобретают Уникальность Вот И Какая твоя любимка сегодня? Я очень хотела Мне вот понравилась эта Вот У меня плетанка? Ага Она роскошная Роскошная Еще в таком оформлении Правда? Вот именно Оформление привлекло Вот И для себя я конечно отметила Что Наверное стоит попробовать Да Потому что Очень яркие Красочные Да Ну вот Портреты Детские портреты Они как и остаются Угу 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 Ну здорово Девчонкам что-нибудь Пожелай нашим? Конечно пожелаю Я очень рада Что девочки выставляются Что они показывают нам Новые картины Ты когда нам Свои картины Приведешь? Я наверное не скоро Скоро? Нет Не скоро? Ага Ну к Пушкинскому музею ждем В следующем году Ну это я надеюсь Вот 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 Девочкам конечно Вдохновение Быстрых Привучих Зорки глазок Вот Чтобы они нам Показывали новые схемы Ознакомили нас Новыми дизайнерами Вот С новыми аршивами И новыми прекрасными сюжетами Всем здоровья Здорово Здорово Спасибо большое Классная И ассоциация со Светланой У меня именно с этого ролика Когда ты рассказывал про эту книгу Полианна Я ее даже просто читала Серьезно? Да Думаю на это все Обожаю Обожаю Да Классно Супер Спасибо Спасибо Да конечно Конечно Внуки-то подрастают Им тоже своя библиотека нужна уже Да Слушайте удовольствие Да Супер Спасибо Меня зовут Татьяна Я посетитель этой прекрасной выставки Не могли пройти мимо этого стенда Сначала увидели картину кукеря в неравный брак Подумали, что великолепная копия А потом оказалось, что это вышивка Узнали про технику бобилетов Ах Стали разглядывать Потрясены Потрясающая работа Удивительное мастерство Страшно Трогательное И гордо, что оно сохраняется Что есть такие мастерицы Даже не скажешь, что это мастерство Это искусство Что оно живет и может так радовать Потрясающе Очень понравилось Как можно вышить пейзаж Фактуру натюрморта Живые цветы Живые фрукты Живое человеческое лицо Картину великого известного мастера Все поразило Все очень понравилось Большой удачи и успехов Спасибо вам огромное Благодарю от всего сердца Добрый день Меня зовут Людмила Очень приятная Людмила Я впервые увидела такую технологию интересную И впечатлилась работой Я никогда не могла подумать даже О том, что это можно сделать по-другому Не рисовать как художник, а вышивать То есть это уникальная технология Которая требует, наверное, продолжения И обучения Девочки молодцы Мастера своего дела Истинные художники Не все художники могут так передать красиво А вы сама не художница? Нет У вас такие сияющие, вдохновленные глаза Спасибо Наверное, вы творческий человек В чем-то вы творческий Технический Да Техник Да Поэтому, в принципе У меня такие пожелания девочкам Чтобы они Преподавали Преподавали И передавали Это очень красивое искусство Вы бы пришли на такое занятие? Несли в массы Да Я бы пришла Да Чтобы получилось, не знаю Потому как я вообще не владею художеством Но, тем не менее, это очаровывает и впечатляет очень Спасибо вам большое, Вернила Спасибо вам за ваш труд Спасибо вам за ваш труд Технический труд За ваше умение За ваш талант Фидоскина были, наверное А, были, да Это фидоскина Да У музея Там была выставка Да Это наши Потрясающие Потрясающие работы Никогда не думала, что это можно вышить А сейчас мы новые привезли Тут есть несколько работ, которые у Фидоскина тоже были, но много новых Узнаю Вы уже узнаете Вы помните? Да Да Скорее всего так и было И вам вот эту видела Да Была читающая Вот это письмо Было Горлица у нас там тоже была Фидоскина И даже императрица, по-моему, была Портреты Просто необыкновенные Вообще пейзажи Это что-то Неужели такое могут сделать? Спасибо вам за работу Спасибо вам Спасибо вашим девочкам Что они так знают Вот наши девочки Галочка тоже наша Я знаю Я тоже знаю ее творчество Да Она очень молодец Она рукастенькая Молодцы девочки Спасибо Удачи вам И процветания Благодарю Спасибо Меня зовут Татьяна И Ирина Да Ирина Очень приятно Девочки такие прекрасные Дефилируете тут по выставке в гостином дворе И к нам заглянули Да Нам очень понравилось Вообще просто фантастически То что вы делаете Это фантастика Это правда космос Да Кропотливый труд Кропотливый труд И на выходе все это очень красиво Эстетично То что сделает жизнь уютной И для любого человека Мне кажется Это в принципе все Это рисунки Это в принципе картины Произведения Известные Да 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 Какие-то вам особенно картины понравились Особенно мне понравились Можно да Да Особенно мне понравился вот этот портрет Чудесная Красивая девочка Завтрак Неравный брак для его комнаты Неравный Это Третьяковка Да Неравный брак приехал к нам из Третьяковки Спасибо огромное И вам огромное спасибо за это удовольствие Что ты представляешь Благодарю вас за эмоции Хорошего вам дня И хорошей прогулки по гостиному двору Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Лариса Владимировна И я часто посещаю такие выставки А сегодня мне особенно приятно здесь бывать Потому что свои работы Выполненные золотыми ручками Показывает Татьяна Котельникова Татьяна Котельникова Которая Мастерица вышивки из России Я является сокурсницей моей дочери Эту Татьяну я знаю уже более двадцати лет Она потрясающая Но не видела ее работы Поэтому сегодня я Рассмотрите все внимательно Вижу и Таня Спасибо Так что почаще устраивайте выставки Спасибо Будем стараться И в других местах Радуйте нас А сегодня я сюда попала с московским долголетием То есть нас сюда еще попустили целую группу Да Так что опять же спасибо 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 большое Мэру Собянину за московское долголетие А вам за такие прекрасные выставки Спасибо Ты хорошо снимаешь? Да А что ты будешь делать? Рассказывать Обнимашки Играть будешь? С собачками Правильно От вас требуется только играть А камера? А камера вон у нас Вот камера Сейчас я настрою Настоящий артист Собачка замерзла А собачка замерзла Ты будешь раздеваться Настенька Наша дорогая Настюша Михайлова Приехала Наконец-то доехала до выставки Наконец-то выбралась Настюш, ну покажи хоть пальцем ткни С чем ты сегодня приехала Ну не сегодня А вообще на эту выставку Какие твое? Письмо И горлица И горлица Вот А сейчас ты трудишься над чем? Сейчас выживаю ирисатосты Ирисатосты Какая красота Уже почти готова У меня осталось 20% Умница моя Поделись, пожалуйста, впечатлением Как тебе в этот раз наша экспозиция? Ты как на новенького Первый раз ее видишь Ну, видео мои И фото не в счет Отличное место нам досталось в этот раз Прям Я в восторге Так что уместилась И такое все Спасибо организаторам Выставки Вот знаешь, я замечаю Сколько бы картин мы не привезли Вот прям в тютельку в тютельку умещается развеска Да, очень мне понравилось Очень И свет Все у нас отличный Здравствуйте Тут все здорово С каждым годом все лучше Ну, отлично Настя, спасибо тебе большое, что заехала Спасибо Вот Поскорее тебе Выздоравливать Поправиться Усердно лечу Усердно Молодец Выглядишь прям очень роскошно Спасибо Как художница такая прям Посмотрите на меня Художница Вик, иди встань к Насте, пожалуйста На секундочку А кто же Настю привез сегодня? Кто я сегодня? Ну, кто? Ну, кто? Ну, кто еще? Любимая Викуля 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 сегодня в новом образе Да, я сегодня вот такая Фея Красоточка Красоточка Викуль, ну, с тобой мы сегодня будем очень важное дело делать Да, у нас сегодня съемка запланирована Самой главной сцены фильма Которая предполагает двух милых деток и собачку И они у нас есть У нас есть даже собачка И двое милых деток Вот с этой вот картины Ну, а дальше мы больше рассказывать Ничего не будем Поддержим интригу Да? Да И Вика как сценарист Еще и как режиссер Сегодня приехала на съемку Да Чуть-чуть Вика, я тебя обожаю Чуть-чуть Ой, Машина Красиво, да? Очень Очень Красиво и красиво Очень красиво Давай быстро делись впечатлениями И мы будем снимать Давай Все вообще класс Все замечательно Ну, во-первых, спасибо создателю проекта Суслане Диановой Жизнь прекрасна Благодаря которой мы можем посетить такие поистине уникальные площадки И сегодня вот мы находимся прямо на самом экваторе Ну, во-первых, середина выставки гостиной дворечки Во-вторых, уникальная... На глобусе Москвы это экватор, да Да То есть мы прям вообще просто в сердце Прям в самом-самом центре, в самой серединке Да Спасибо всем девочкам, участникам нашего проекта Потому что без них, в принципе, наши выставки выживайте Наверное... Это правда Они все молодцы, все большие умницы Я очень рада, что приезжает очень много народов, которые смотрят, восхищаются тысячу отзывов Оставляют свои видео У нас уже где-то, наверное, групп 10 московского долголетия только приехало, да И замечательно Ой, молодец какой Вот он главный наш герой Посетители Новые герои Новые герои Нравится тебе на нашей выставке? Да А какая тебе картина больше нравится? Может быть, девочка там какая-нибудь... Ой, руками не трогай, пожалуйста Не надо Не надо И большая У тебя отличный вкус Вкус просто супер Отличный И Мирон у нас молодец Вот Настоящее поколение Настоящее поколение Настоящее поколение Мирон сразу, ткнув в ту правильную картину В правильную картину Ладно, мы потом вытрим тряпочкой Мы выприм Это и ничего страшного Главное впечатление Самых маленьких участников В общем, всем участникам выставки Не только Нас, но и в Униженных Уникальных России Успехов, нового творческого вдохновения Чтобы все у них было действительно прекрасно Обязательно, все будет классно все будет интересно. И, конечно, приглашаем новых посетителей, потому что впереди еще первая неделя. Можно приехать, посмотреть, полюбоваться. В общем, спасибо всем. Супер. Викуля привнесла просто как такой этот ветер позитива вырвалась. Фея, фея. Продолжаем махать крылышками, Викуля. Ну что ж, за работу. Начинаем съемки. Поехали. Камера, мотор, поехали. Такие лампули. Прям похоже, да? Прямо с портрею. Ой, говорите, не останавливайте. Что вам понравилось? Очень понравились эти картины, которые приходишь в неравный брак, сразу ты видишь издалека и такое ощущение, что ты видишь живую квартиру. Как вот картина написанная мастером. Написанную мастером. Потом рассматриваешь и видишь, что там мелкие-мелкие, совершенно стяжочные, подливая работа. Невероятно красивая. И вот это очень издалека. Это вообще создает ощущение. Да. Ну вообще, картинка. А вот те вот мастерки. Что у вас, видимо, какая-нибудь покупка квартиры вам предстоит, наверное, в ближайшее время, да? Что-то, что-то такое. Вы не выкладываете с этой квартиры, да? Может быть, вам для оформления интерьера вашей квартиры нужны картины? Вот, действительно, действительно, чтобы создать невероятный водород, красивый, живописный медлаз. Спасибо. Ой, какой классный! Какой же ты классный! Я очень рада, спасибо большое. Сегодня к нам на выставку приехали представители из Казанского Кремля. Это там, где мы будем делать, проводить нашу выставку с мая по октябрь. Ну, точные даты мы еще уточняем. Вот, но я очень рада, что получилось из Казани выбраться сюда, в Москву, в гостиный двор. И очень хотелось бы, чтобы вы немножко, может быть, поделились впечатлениями от увиденных вживую наших вышитых картин. Впечатляет, насколько мастерицы передают нюансы цветовые вот эти переходы. И, действительно, когда смотришь издалека, и не сразу понятно, что картина вышитая. Кажется сначала, что это хост масла, начинаешь подходить ближе. Если тебе кажется, что, может быть, это шерсть, еще ближе подходишь, может быть, и так говорили, когда совсем близко подошел, уже видишь, что это тонкая работа мастерица вышивающихся, и техника, она, конечно, уточняет. Большая ладьба. Естественно, подает вот эти вот цветовые переходы, перспективы и так далее, как выделяющие вот в том числе женщины. Спасибо большое, Марина. Вам какая-то картина лично вам понравилась больше всего? А, вот эти венецианские красавицы и Жена де Блааса. Спасибо, отличный вкус. Нет, я полностью присоединяю словам Марины. Действительно, работы впечатляют, впечатляют своим мастерством. И я хотела бы поблагодарить Светлану, потому что такую возможность пригласила нас. Думаю, с тобой мы очень поздравляем на шедевры рукодельных мастериц. Мы с большой радостью... Мы надеемся от Казани и помощи. Я даже не сомневаюсь. У нас все девчонки, все наши мастерицы очень настроены, позитивно. Все очень ждут этой выставки. Мы все к ней готовимся. У нас даже очень много работ заявленных, которые девчонки торопятся закончить к выставке в Казани. Включай меня. Спасибо вам большое. Огромная благодарность, что приехали. Спасибо. До встречи в Казани. До встречи в Казани. У Кирова Светлана Владимировна. Ой, мы тюзкие тоже Светлана Владимировна. У Кирова Василия. Вы его как бы внучка, правда? А, родственница. Ну, фамилия та же. Боже, как мы рады, что вы нас посетили. Что вы можете сказать об этой картине? Это моя любимая картина. Родственная картина нашего рода. И у нас, по нашей семье и по роду, копии этой картины, они находятся в каждом доме. В вашей семье? В нашей семье. Да. И там, где он захоронен на Ваганском кладбище, все наши родственники. Да. Кукерева. Потрясающе. Потрясающе. Я занимаюсь творчеством, я художник-модельер, дизайнер. Сейчас я преподаю винтаж и занимаюсь еще вот своей профессией. Потрясающе. Так что я очень люблю своего любимого родственника, творчества Шеркина Василия. Замечательно. А вам понравилось в вышитом виде картина? Очень красиво. Я поэтому свое внимание акцентировала на эту картину, подошла. Не только потому, что она мне как родная, но и потому, что мне вот это исполнение очень понравилось. Спасибо вам огромное, Светлана Владимировна. Спасибо. Друзья, это восхитительно и волшебно. Приглашаю вас на стенд русских народных вышивальщиц. Где это? Не знаю просто название, какое правильное. А, вот, вышитые картины ручной работы. Вы даже не поверите, что все это вышито ниточками, маленькими, тоненькими, нежными женскими пальчиками, долгими зимними вечерами. И весенними, и осенними. И даже летними. Даже летними. Девушки меняют море на то, чтобы сшить вот такую великолепную картину. Не всегда мы меняем море. Мы с собой берем. Аркадий, у меня традиционный вопрос. В этот раз какая-нибудь, какая картина понравилась? Какая понравилась? Мне традиционно нравится эта. А, вот эта традиционная. Ага. Мне все время нравится. Так. Неравный брак. Неравный брак, вот я вижу. Угу. Раньше его не было. Не было это новое, да. Кукерев, Василий Кукерев. Да не Кукерев, я спрашиваю. А, Татьяна Котельникова. Вот у нас тут девушка стоит, да. Кукерев, это понятно. У нас много новых в этот раз картин. Вот, интересно работает уже. Какая? С Маком. С Маком, ага. Она спит называется, да. Ну, и жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, да, тоже нравится. Я вас поздравляю с этим флоганом. Спасибо большое. Пусть он вас преследует всю жизнь. Пусть, я не против. Это фактически наши соседи по стенду, да? И не только, как оказалось, соседи по стенду, но еще и сестры, можно сказать, по иголочке. По рукодели. Вот так, скажем в общем. Если можно, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о нашей выставке, вышитой картине. Ну, когда мы увидели ваши картины издалека, то, конечно, мы подумали, что это масло. И даже для масла они настолько яркие, настолько четко прорисованные. Такое богатое сочетание вот цветов красивые, прям они живые все. Но, подойдя ближе, мы просто были стрижены на повал, от полной неожиданности, что они вдруг оказались вышивкой. Вышивкой. Это было удивительно. И даже осознав, что это вышивка, вглядываешься вблизи в мир, ну, это шедевр, это настолько ювелирная, уникальная работа, каждая картина, сколько души вложено, взящества, какого-то мастерства, вот, ну, уникально, уникально, у нас просто... Ну, спасибо. Прям восторг, радость. Я сразу учиться. Такой, прям, стиль. От преподавателей это особенно приятно слышать. На чём глаз оставить. А, кстати, вам какие сюжеты больше нравятся? Я всегда спокойно относилась к натюрмортам, мне нравились природа, портреты, но я сейчас просто в восторге от натюрморта. Это такие красивые вещи, ещё надо так умело подобрать эти натюрморты. Очень. Спасибо. Огромное удовольствие нам доставили. Это прям приятно слышать. Аничка, вы что скажете? Мне тоже очень безумно понравилось. Хочется не просто приобрести работу, а попробовать это сделать самой. Вот я так и думала, что у вас наверняка возникнет желание повторить что-то подобное. Вот, вот они молодцы, молодцы. Не боятся пробовать ничего нового, правда? Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Валентина Андреевна. Очень приятно. Валентина Андреевна, вы долго стояли перед нашими картинами. Эти картины, они такие красивые, объёмные. Особенно хоровод женщин на отдыхе. Больший хоровод женщин на отдыхе. Императорец Евгений в окружении Фрейлина. Как раз вышли на лужайку. Вот это вам понравилось. Помню, работают эти женщины, и их окружает красивый пейзаж, на который всегда хочется смотреть. Картина нравится мне тогда, когда глаза не отрываешь. Вот они тянут, тянут, к одной и той же картине. Да. Но здесь портрет великолепный тоже. Чувствуешь, что это живые. Особенно глаза красивые. Да. Да. Вот прекрасная картина, это самая «Неравный брак». И ещё там одна красивая картина. Вот дорогой, милый гость издалека, да? Дорогой гость. Да, дорогой гость великолепный. Да, я тоже очень люблю эту картину. Причём это старина показывает быть, как они были одеты. Да, да. Вот эта вся обстановка точно изобразили. Точно изобразили. И даже, знаете, что мне больше всего нравится в этой картине? Видите, коврик, он как бы складочка на ковре. Её хочется поправить, правда? Да, да. Вот. Есть такое. Вот эта картина очень красивая, я заброшула. Притягивает, пожалуйста. Спасибо вам большое. Ещё вот эта дама аппетитная. Ага. Дама с кубком, да. Ну или в оригинальном названии знаменитая дама. Знаменитая дама? Да. Я хочу сказать, что мужчина на тягость нам стоит притягательна. Притягательна, это правда. А не притягательна, а другие нет. Всё вот так, мадам. Это правда. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Благодарю вас. Будьте здоровы, чтобы у вас были успехи. Спасибо. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Мария. Очень приятно. Девочки, сегодня впервые на нашей выставке. Да, мы действительно сегодня впервые, потому что на этой выставке представлены работы нашей подруги, очень хорошего человека. Наташеньки, Натальи Матвеевой. Да, Матвеевой Натальи. Мы видели её работу у неё дома. Мы помним, как она начинала свои работы очень хорошо. Да. Как появлялась первая её работа, как она росла в профессиональном плане относительно выставки, относительно вышивки работы. И вот к чему она уже пришла. Поэтому вот мы пришли поддержать и посмотреть ещё работы других мастеров. И вот мы стоим прям в восторге, в восторге от работы. Даже не верится, что можно вот такую красоту вышить руками. То есть, ну это колоссальный труд, да. Во-первых, зрение должно быть, потому что настолько всё вот мелко, всё качественно, ювелирно действительно. и терпение должно быть сколько, чтобы всё это в оградку собрать, да, вот в одно такое полотно. даже вот смотришь и ни за что не зная, не определишь, что это действительно вышивка. Как картина. Перевод. Причём создаёт сюжет 3D. Вот ощущение, что вот как будто они на тебя вот уже прям вот вышли. Вышли эти люди. Эти какие-то моменты, лица вот необыкновенные. Очень, конечно, воодушевленные всем этим. Вы так восторженно рассказываете. А вот мне интересно, Наташа вас не покусала любовью к вышивке? Нет. Не заразила? Нет времени на это. Просто нет времени. Наташа, да, у неё станочек дома. У неё всё. Видели мы, видели её рабочее место замечательное. Да, всё шикарно. Мы пока ещё не заразились, но... Но близки к этому, наверное. Всё, всё в будущем. Всё в будущем. Отлично. Сейчас вот ещё на ваши ушки-то сходили, ещё больше. Вот, вдохновение, вдохновились. Спасибо огромное, девчонки, за такие вот... Вам спасибо за то, что вы творите такую красоту. Мы стараемся, а мы это любим. Мы это любим. А это видно, потому что в каждой работе душа. Да, Наташа, любим мы? Ну, очень это всё любим. Стань сюда, к девочкам. Вот, и скажи им, как ты очень всё это любишь. Я очень люблю свои ближки, ближки и другие. Мои девочкам хороши и очень любопытные мои девочкам. Обожаю. Вот. Поэтому я всем нам хочу желать много счастья, много радости, много творческих успехов, вдохновения. Всего самого-самого хорошего. Девочки, желайте большего. И пусть все ваши желания исполняются. А я вам желаю ещё больше работ и хороших покупателей на вашу работу. И чтобы ваши работы радовали не только на августе людей, но и дома. Чтобы они ходили и наслаждались вашей красотой. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, я так смотрю, смотрю, и думаю, сколько ещё много вышиваний. Встань, встань сюда. Тебе совсем чуть-чуть осталось. Юленька, привет, моя хорошая. Добрый день. К нам сегодня приехала Юленька, участница проекта «Жизнь прекрасна». Вышивальщица просто супер-мега-скоростная. У неё дома, наверное, примерно такая же галерея, коллекция уже вышитых картин, но дома. Пока не на наших выставках. Готовимся. Да, на выставках была только одна тибетская девочка. Да, по-моему. А, и красавица, русская красавица ещё была. Кокошники, да. Это на выставке в Пушкинской библиотеке. Юленька проездом в Дубай, а потом дальше на Мальдивы, да. И вот, пролетая над Парижем, заглянула к нам. Это действительно, это не запланировано, я сказала, мы уже едем на Деньги. Да. Задержались в гостинице «Метрополь», как раз здесь, рядышком. Рядышком, в шаговой доступности, как всё удобно. Я смотрю... Какая ты умничка. Ну, на выставках ты, на наших, впервые, картины твои уже были, а ты сама, впервые. Вот, загадывай желание. Это такая галерея появилась у меня дома. Я вот смотрю, и вот это вот, всё, это мой фаворит. Ага, подруги, подружки, да, две венецианские красавицы. Она симпатичная, другая такая. Другая тоже симпатичная, да. Она симпатичная. Смотри, почему, и мать, истики уже двигают, видите, меня уже нашли. Ну, я в восторге, конечно, в восторге. И я смотрю, вот, смотрю, вот моя девочка. Такая красивая. Да, боярышня. Вот она моя девочка, да, наша девочка висит. Здравствуйте. Вот. Да. Это кто у нас такой замечательный? Мой, который постоянно говорит, опять ты вышиваешь. Опять ты вышиваешь. Вышивай. Юль, оставь какие-нибудь пожелания нашим девчонкам-вышивальщицам. И чтобы вдохновение никогда не покидал. Никогда не покидал. И чтобы... Даже в самолете. Да. Рукой, ногой одной, да. Немножко, чтобы... Все-таки были вдохновленные, работали, своих подружек. Ты намышленный. У меня восторг. У вас девочки. Я каждую вас люблю, целую. Это все взаимно. Как я рада, что ты приехала. Я очень расстроена. Спасибо вам большое, что почтили наш стенд своим вниманием. Мы очень рады. Меня зовут Светлана Дианова. Я представляю совместный авторский проект «Жизнь прекрасна». Мы объединяем мастериц вышивки из самых разных уголков России, даже далеко за ее пределами, из ближнего и дальнего зарубежья у нас мастерицы участвуют. И мы все вместе увлеченно занимаемся нашим любимым видом искусства. Даже не творчества, а искусства. Мы вышиваем сложные многоцветные картины. Все, что вы здесь видите, это картины, которые создавались с мастерицами, участницами нашего проекта на протяжении долгого-долгого времени. На создание каждой такой картины уходит месяцы, а иногда даже годы ежедневного кропотливого труда мастерицы вышивки. И вот здесь сейчас на нашей выставке представлено всего 33 вышитые картины. Ну, сколько могли вместить, да, вот в такую небольшую экспозицию. Столько мы собрали, привезли картин, которые были созданы 15 мастерицами вышивки из 7 городов России. Ну, в основном это Москва и Московская область, еще тут Бенза, Нижний Новгород представлен. Ну, в гостиный фор удобнее, конечно, москвичам добираться, привозить свои картины. И вот если сложить вместе все усилия, созданные вышивкой этой картин, то одному человеку потребовалось бы 27 лет, чтобы все это создать, 6,5 миллионов стежков и 66 тысяч человека-часов. Вот. В основном мы вышиваем по полотнам классическую шивочесе, воссоздавая в ниточках, точно повторяя какой-нибудь шедевр, да, который создавал художник там 100 или 200 или 200 лет назад. И вот здесь сегодня вы можете любоваться вот нашими вышитыми картинами. Многие из этих картин наверняка вы узнаете, да, например, «Миравный брак» из Третьяковской галереи, «Дорогой гости» из Эрмитажа. Многие эти картины можно встретить в ведущих мировых музеях и российских, и зарубежных. Вот, например, императрица Евгения в окружении Фрейлин, которая создавалась в течение двух лет. Ее создавала Светлана Малышевская из Нижнего Новгорода. Два года у нее ушло на создание этой картины. Оригинал находится в Кампьенском дворце во Франции. Оригинал 4 на 5 метров. У нас немножко поменьше картины. Ну, так же, как и «Миравный брак», да, вы видели? Она огромная в Третьяковской галереи висит. Вот, это вот такое краткое, наверное, вводное. Я приглашаю вас всех. Вы можете фотографировать, можете подойти поближе. Посмотрите, какая картина вас позовет. Восстойте перед ней, почувствуете ту энергетику, которую будет отдавать вам эта картина. Потому что, когда человек вкладывает очень много своего времени, усилий, труда, любви, эмоций, да, вы всегда это почувствуете, стоя перед каждой такой картиной. Ни одна фотография, ни одно видео не передадут той энергетике, которую вы можете почувствовать, находясь рядом с картинами. Если у вас есть какие-то вопросы... Ну, скажите хоть чуть-чуть, как же это делать? А, ну, сейчас, конечно, конечно. Вот, я специально для примеров. Это только что недавно законченная вышитая картина, еще без оформления, только что снятая со станка, можно сказать. Вот так это все выглядит. Мы берем конвы, ткань, да, для вышивки. Вот так это выглядит, такой коврик с обратной стороны. Ну, видно, что это ручная вышивка, да, Пах? Потому что тут коврика, каля-маля, вот так это выглядит с обратной стороны. Потом это все закрывается при оформлении, естественно, да. Мы это оформляем в стекло. Эта картина, ну, мы называем ее «Маленькая царевна». Вообще, это портрет великой книжны Александра Павловны в русском костюме. Оригинал находится в Гатчине, в Гатчинском дворце. Ну, собственно, там и писалась эта картина. Написал ее неизвестный художник, правда. Но, по-моему, картина написана замечательно. А как вы на основу рисунок наносите? А, мы наносим рисунок. А как? Мы берем, как художники, берем чистый кост. У нас есть иголочка, есть ниточки. Ниточки мы используем мулине для вышивания. Это французские ниточки, производства DMC. И вышиваем в две нити. Для того, чтобы создавать такие сложные многоцветные картины, нужно использовать очень много цветов. И мы используем, почему две нити, мы используем чистые цвета и смешанные. Для того, чтобы добиваться плавности переходов. Чтобы лица на картинах были живыми. Чтобы вы видели, что тут действительно живое лицо, живые глаза, живой румянец. И вот дизайнер делает схему, специальную разрабатываю. А схемы кто-то делает? Это отдельное искусство, разработка схемы, которая должна быть очень проработана хорошо, со всеми деталями. Особенно, когда вы видите мелкие детали. Вот, например, кокошник. Это очень сложно передать. Вот вы видите издали, да, что кокошник с жемчужинками, с какими-то драгоценными камнями он отделан. Так же, как и вот, например, нитка жемчуга на шее. Или там вот браслеты с жемчугой. И вы увидите каждую фалангу пальчика, например. И вот, к примеру, чтобы вышить вот такое лицо, кажется, что оно одного цвета. Ну, на самом деле, для того, чтобы вот все тени, все полутона передать, тут только в одном лице используется, ну, наверняка больше 50 цветов и сочетание цветов, да. Вот, чтобы все это подобрать, вот мы берем чистый, так сказать, холст, да, чистую канву. Перед глазами схема, она либо на бумаге. Почему вы вас по телевидению не показали? Схема, она только перед глазами, а здесь ее нету? Нет, 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 здесь чисто все. Я даже вот, я лично вышиваю без глаз. Иголки для вышивания. Да, специальные иголки для вышивания, просто ушко немножечко побольше, чтобы не было удобно надевать. Почему нас не показывают по телевизору, я вам расскажу. Дело в том, что наш проект, он как бы народный, он не коммерческий, у нас нет никаких бюджетов, никаких спонсоров. Мы делаем только то, что можем сделать собственными силами на личном энтузиазме. Вот у нас в проекте более 300 мастериц, ну, активных у нас, конечно, не 300, у нас где-то там, ну, человек 20, прям активные, которые помогают на выставках. Вот то, что девчонки сами могут сделать, да, вот то, что мы сами можем сделать, организовать выставки, там, показать это на выставках, вот то мы и делаем. Передайте им наше преклонение. Мы делаем, что мы не можем делать, мы не делаем. Нет, абсолютно нет. И знаете, для меня это своего рода эксперимент. Нашим проектом в прошлом году, вот, 19 декабря исполнилось 5 лет, и я ставлю своего рода эксперимент. Пытаюсь понять, можно ли вообще что-то в наше время сделать, не имея ни бюджетов, никаких поддержек, ни государственной поддержки, только исключительно собственными силами. И вот те площадки, где мы выставляемся, нам также предоставляют на некомерческой основе. А где вы еще выставляете? Мы много где выставляемся, то есть у нас сейчас с Рафаной радио работает хорошо, нас зовут ведущие музеи, выставляются у них. Вот мы недавно выставлялись в музее Федоскина, это лаковое имя, я не знаю, что здесь. Оставь его русский парнас. В этом, вот, гостиный двор нас приглашает. В этом году мы также едем в Казань, в Казанском Кремле. Будем выставляться целые полгода. У нас с тобой огромная экспозиция. В следующем году нас в Пушкинский музей уже пригласили. Ну, хоть бы они рекламу дали, когда будет выставка. Ну, мы сами. Вся реклама, Рафанное радио на моем YouTube-канале я рассказываю. Те, кто подписан, знают. И друг другу рассказывают, да, вот из Устава. Пушкинская библиотека, Туркиневская библиотека, Всколково мы выставляемся. Вот эта выставка у нас 22-я по счету. За три небольших года мы провели уже 25 лет. И реклама небольшая. Да, к сожалению, многие приходят, поэтому как жалко, кто случайно попадает. Случайно, случайно. Что мы про вас не знаем. Не хочу сходить. Ну, мы стараемся показывать, делиться красотой и вдохновением к мирам. Это самое главное. Вы нас просто очаровали. Чтобы вас как-то радовать. Вот, и если вам будет несложно в конце, оставьте, пожалуйста, отзывы. Напишите отзывы в нашей гостевой книге. Будет очень приятно. На выходе, да? Нет, вот наша. Да, наша гостевая книга здесь. Если кто-то не забудет, кому-то не жалко. Ну, я вас еще поснимаю. Ваши восторги. Восторг просто. Ну, это действительно, мы же вшиваем все наши эмоции, да? Пока вышиваешь, вот даже энергетика идет. Постойте прям вот поближе к картинам. Единственная просьба, не трогать руками, а так хотя бы хоть носом водите, можете смотреть. Как будто вот лица там прямо. Так и есть. Живые лица, да. Они прямо улыбаются и глаза, и все. Ой, вот, спасибо большое. Восторг и вам прям. Да, дорога, такой хорошей дороги. Спасибо большое. Чтобы она была бесконечной. Благодарю. Спасибо, очень приятно. Вам тоже большое спасибо. Меня зовут Юлия. Очень приятно. Юля, не на первой нашей выставке? Нет, я посещаю ваши пустыки практически везде. Здорово. А вот вопрос на засыпку. Какая по счету это наша выставка? Ну, наверное... Ну, хотя бы в порядок. Наверное, мы седьмая точно. Вы посещаете седьмую? Да, да, ваше. А, потому что это наша 22-я по счету выставка уже. Юль, спасибо большое. Это прямо трогает, трогает наше сердце. Я сама послеваю. В общем, мне нравится, во-первых, то, что очень яркие цвета. Все это так подобранные печки, но прямо вот они сверкают. Очень все сочно. Нравится очень именно оформление, подбор оформления. Вот пакетная рама. Ну, не знаю, только труда. Я знаю самого, который много по времени очень все занимает. В общем, с картинами уже сроднишься. Ой, это точно. Ну, они как-то вот, не знаю, эти картины, наверное, лечат, не знаю, душу. Вот даже самой вышивачественной идеи тоже все какие-то будут сотрудничать. На самом деле, очень хорошее занятие. Очень успокаивающее, вообще-то, да. О проблемах, тем забывающим в процессе творчества. В общем, мне очень нравится. Спасибо большое. Ваши выставки, в общем, это вдохновение. Приходите еще. Какие-то для себя уже присмотрела, может быть, на большее. Да, какую, например? Какие же это? Мы считаются вот вина на терморте, очень интересные, там, вина на терморте. А, вина на терморте, это 7-слойников дизайна. Мне очень понравилось, потому что новинка именно вот на этом, для меня. А так, конечно, вот, кухон из АТСТ, если вы... Мне нравится сделать портрет, как-то портрет художницы ваши. Да, замечательно. Мария Габриэль, я бы. Ага, «Уральский сказ». Да, замечательно. Замечательно. Спасибо большое. Александр, добрый вечер. Очень рада, что вы приехали на нашу выставку. Если можно поделиться, пожалуйста, впечатлениями, что вы думаете о наших вышистых картинок? О вышистых картинках, я думаю, очень хорошо. Потому что я их уже видел. И каждый раз, когда их вижу, восхищаюсь. И мастерством тех, кто это делал, и тем, что эта техника позволяет раскрыть, может быть, даже те качества картины, которые маслом написаны, и этого не позволяют увидеть. То есть, как минимум, объем очень хорошо смотрится. Плюс, по всему, вышивка дает возможность видеть, даже не полутона, а буквально пар, газ, то, что туман. Вот эти вещи очень хорошо получаются на этой выставке. Ну, и просто приятно посмотреть, как это сделано. Спасибо. Ой, подходил к концу пятый день выставки. Сегодня у нас какое число? Двадцать восьмое, да? Двадцать восьмое число. Итак, шел 2023 год, 28 января. Девчонки бодры и свежи, как майские розы. Сегодня отдежурили целый день и не жужжат. Не жужжат. Ну, конечно, мы все старшие, но мы жутки счастливые. Вот, Наташа, Надюша, Надюша, Ирочка. Поделитесь, девочки, впечатлениями. Кто-то уже не первый день дежурит сегодня, кто-то уже отдежурил много дней. Ну, в общем, какие впечатления у вас? Замечательные впечатления. Я второй день сегодня, вчера и сегодня дежурил. В море позитива, в море радости и счастья. И это не преувеличение. От наших картин, безусловно, но самая большая для меня радость, это общение с дорогими девочками. Я со всеми познакомилась, я лично никого не знала. Только по ютюбу, по интернету. И удивительные совершенно. Девчушки милые, отзывальные, душевные. Спасибо. Вот два дня мы привели и такое ощущение, что мы знакомы уже много лет. Поэтому родственные души, вот за это большое спасибо нашему проекту. Здорово. Я хочу сказать, что я первый раз тоже была на выставке, мне очень понравилась. Подожди, ты сегодня разве первый день? Второй день, но первый раз тоже на выставке. И когда видят, у них глаза, может сказать, открываются. Открываются, да. И у них вот такие вот впечатления. Мне очень нравится. Здорово. Надюша, тебе как общение с посетителями? Ну, я, во-первых, действительно благодарна судьбе, что познакомилась с девчонками. И Наташа вот... Крычикова. Крычикова. То есть, рада вообще знакомству. Как всегда, масса позитива от восторгов от наших картин. И очень много интересных людей, милых, таких хороших, с такими открытыми сердцами, с добрыми к нам словами. Но это такого дорогого стоит, что ради этого стоит вышивать, сидеть годами. Не устала, Надюш? Нет. Совершенно нет. Ну, потому что я, как бы, давно уже не работаю, меня эти весы совершенно не напрягли. С большим удовольствием. Спасибо тебе за обеспечивающий проект. Это здорово. Как всегда. Девчонки, а вы так здорово помогаете. Я вообще не знаю, как бы без вас мы справились с этой выставкой. Но согласитесь, здесь действительно нужно дежурить каждый день. И нужно несколько человек. А одному это вообще невозможно. Все, все успеть. Ну, поверьте, это не тяжело дежурить. Это приятно. Потому что столько красиво от людей. Столько энергетик положительных эмоций получаешь, но... Впечатлений останется много еще после выставки. Да, осталось. Здорово. Надюш, спасибо. Ирочка, а ты? Наверное, я протяжерила больше всех. Получается, 1,5. Да. У меня впечатлений просто море. Вот ты устала за 5 дней. Я не устала. Мне очень нравится. Я еду сюда с удовольствием. Люди, которые сюда приходят, это просто какая-то фантастика. Потому что у каждого свое мнение. Каждый хочет какой-то принести лепту, какое-то предложение. Удивление от этих картин. И низкие поклоны до земли людей за нашу работу. Некоторые плачут, сидят от восторга, от восхищения. Ну, а также девочки, которые сюда приезжают. Сегодня Юля Кузнецова приехала. Юленька, да. Мы с него очень познакомились из Ростова-на-Дону. Из Ростова-на-Дону, да. Она приехала, чтобы с нами встретиться, познакомиться. Очень был красный, позитивный человек. Юля приезжала в Донино. В Донино. Да, которая тоже с нами целый день продежурила. Ей было жаль, что она всего на один день приехала. Потому что... Она написала, что ей было мало, да. Чтобы было мало, да. Мы будем радостно встретиться в Казани. Очень спасибо всем за то, что... Света, тебе вот самое большое спасибо. Вот именно тебе низкий поклон. За то, что ты наш организовала. Девочки, у меня прямо от сердца отлегло. Я думаю, я вас уже замучила. Нам хочется хору спасить. Мы обожаем тебя. Я-то вас как люблю, девчонки. У нас столько энергии, сколько в тебе нет. Есть, есть. Мы просто не перестаем восхищаться. Насколько же каждый день, с утра до конца, с вечера, общение, 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 съемки. А потом монтаж по ночам. Бросит, да. И просит нас еще рассказать свое впечатление. Все, я поняла. Закругляемся, девочки. Закругляемся и по домам. Ну да, спасибо вам огромное, девочки. Да, спасибо. Пятый выставочный день закончен. Да, пятый выставочный день. 22-й нашей выставки по счету. И до новых встреч. Улыбаемся и машем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот в понедельник, 30 января, гостиный двор не работал для посетителей. Это был день заезда и перемещения экспозиции. И мы тоже переехали на новое место. И сейчас мы располагаемся в малом конференц-зале, который расположен рядом с центральным входом. Это подъезд 5 гостиного двора, с улицы Илинка нужно заходить. И если пройти совсем чуть-чуть вперед по центральной аллее выставки, мы располагаемся слева. И я надеюсь, всем желающим увидеть наши вышитые картины, будет легко нас увидеть и легко найти. И мы ждем всех гостей на нашей выставке вышитых картин проекта «Жизнь прекрасна» еще целую неделю до 5 февраля. Приглашаю всех, кто еще не подписан, подписаться на мой канал, чтобы следить за новостями. Еще целую неделю и даже после окончания выставки я буду рассказывать и показывать много всего интересного на выставке «Уникальная Россия» в гостином дворе. И, конечно же, я буду рассказывать и о нашей выставке вышитых картин. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями, а самое главное, приходите в гостиный двор, чтобы все увидеть своими глазами и пообщаться с прекрасными мастерами на «Уникальной России». А с вами была Светлана Дьянова на канале Бель, посвященному проекту «Ля Ви и Бель» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч в гостином дворе! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok